здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks сегодня у нас на обзоре немецкий супертяж 8 л л л проходная прокачиваемая ветка vk 101 п вот такая вот махина танкер нефтяной не знаю как его еще обозвать но короче мощь по какие гусеницы смотрите все огромное да ну и конечно же сегодня полноценный гайд обзор по этому танку и мы начнем с бронирования погнали и так коллижен модель нашего vk 101 п ставим правильно так мы будем наблюдать нлд у нас 135 миллиметров фактического бронирования в приеденки 196 189 и это действительно очень крепкая нлд некоторые восьмые уровни на тяжелых танках да не смогут со естественно пробивать даже такие там с бронепробитием около 190 и 6 крайслер джиевка после пост просто касс крайслер да соответственно vld 200 миллиметров приведенки 300 вверху 284 и это конечно же очень крепко vld и никому в принципе на восьмом уровне среди тяжелых танков не взять эту броню да здесь вообще одна гусечные полки 424 ну жесть а касаемо теперь самой башни вот подбашенный вот этот цилиндр до нижняя планка 245 краевые там 300 вот основная бронеплита носу такая загругленная вокруг маски орудия до 231 самые слабые места в 230 вверху уже 280 547 270 334 поэтому стрелять надо около ствола вот в эти прям пятаки но все равно здесь брони дофига маска орудия 240 кругляш вокруг ствола все остальное полторы 500 800 маска невероятно крепкая верхняя планочка вот это вот кругляшок назовем его даже не знаю что это такое здесь у нас 232 339 рикошет есть вот такая интересная зона где крышка просматривается если вы вдруг увидите там 84 лючок 220 еще и не каждому поддастся этот лючок 266 282 здесь по краям и сострелять только в центр да но все равно основное бронепробитие там нормальных танков лежит в плоскости 220 плюс на основном тип снаряд про голду не говорю естественно лючок будут пробиваться а он не маленький вы посмотрите какое но либо вот сюда можно боковое бронирование фальшборд у нас 130 миллиметров от 134 может лед танковать от борта дон король танкование от борта король будет подставлять вот эту щеку в 304 попробуйте пробить так что от борта танчик играется очень очень хорошо вот такой вот бронирование так с броней разобрались давайте смотреть основные модули две пушечки у нас 8 левела и 9 разница в альфе бронепробитие здесь 15 секунд заряжается здесь менее 10 секунд дпм здесь меньше потому что пушка здесь быстрее заряжать пути альфа меньше до точность на этой пушке лучше время сведения тоже принципе можно играть как на этой пушке так и на этой нельзя прям четко сказать что ребята только на альфовой пушке не факт можно играть и на пред топовые поэтому там а покатайте на восьмерке попробуйте по возьмите девятку и может быть вам восьмерка даже понравится на этом танке ты и более точность лучше сведения быстрее заряжается вот обязательно качайте топовую рацию топовый двигатель здесь 1200 лошадей здесь у нас 1000 процентов от 15 20 их подвижности вам топовый двигатель даст машина очень медленная вот здесь у нас 15 градусов секунду здесь 12 плюс 3 1 секунду поворачиваемость обязательно топовую ходовую вездеходную ходовую в полевой модернизации во втором блоке здесь мы притирку шерсти ненавидения здесь звукоизоляцию вторым слотом берем на мобильность из-за того что танк невероятно медленно на мобильность берите тем более что мы во второй слот поставим турбину переходим к оборудованию во второй турбину прокачать полевую модернизацию на мобильность как раз станет слот в первый слот дающий дополнительный бусс на выживаемость ставите улучшенную закалку ставите обязательно досал хочется на эту пушку сюда поставить стаб обязательно нужен стабилизация есть но хотелось бы лучше да на топовые пушки но некуда ставить по снарядам ббх летит 810 минимальный комфортный голда 1013 вполне сносно снаряжение ремка аптечка автоматический огнетушитель у нас просто мега огромный экипаж 6 членов экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой на экране в табличке вот по увн у нас минимально комфортно минус 8 присутствуют по хп мы жирный на закалке 1870 маст хэв вот по мобильности 24 это на турбине господа 24 вперед 17 назад чуть больше 10 лошадей на тонну дельная мощность обзор у нас в принципе неплохой 422 метра даже без просветленки и это на тяжелом танке 8 левел обзор хороший этот танк зачастую частенько бывает еще и светляком вот по плюсам минусам жирный минус это мобильность подвижность жирный жирный плюс это бронирование но вот этот лючок и вот эти щеки вокруг пушки да они конечно омрачают есть уязвимые зоны вот по обзору жирный плюс по пушки ну в принципе средняя скорость полета снаряда минимальные увн и но это все таки танк про городской бой да вот немножко долго все-таки пушка свой с по ощущениям вот ну пушкой не плюс не минус ни то ни сё вот честно вам скажу ладно предлагаю же отправляться бой давайте посмотрим а чё у нас вк 100 0 1 п может то вообще как он выглядит в боях погнали так обзор боем вк 100 0 1 п сверх тяжелый немецкий танк 8 левого проходная прокачиваем и ветка сетап у нас восьмерки шо поедем драться до драться поедем арта есть надо учитывать а куда без арты арта это особый геймплей до стоишь себе в кустиках попёрдываешь через всю карту все поломали машину раздавили вот такая вот подвижность у нас ленивая назовем ее так гадик едет гадик едет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...